История 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 Когда неприкасаемые столкнулись с общественным сопротивлением Они прибегли к помощи наемников Сколько судеб было сломано вокруг дела Химкинского леса И до сих пор стоит набрать в поисковой строке интернета слова «Химкинский лес» И открываются сотни печатных статей и гигабайты видеоматериалов Кто только не пытался убедить власти остановить вырубку леса Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы услышали людей, которым не безразлична история с Химским лесом Потому что у меня, честно говоря, никакой надежды не было на то, что что-то вообще может произойти И слава богу, что что-то происходит Я вам даже маленький секрет раскрою на эту тему, если она действительно интересна Я завтра хочу, наконец, экспертов послушать Потому что они там зарубились не на шутку И тема-то, она действительно тяжелая Потому что, с одной стороны, уже сделано много шагов по продвижению проекта С другой стороны, есть ощущение того, что, ну, в общем, мнение общественности не услышали 22 августа 2010 года Акция в защиту Химкинского леса проходит на Пушкинской площади В ней участвуют Юрий Шевчук, Катя Гордон, Артемий Троицкий и другие На площади собирается около пяти тысяч человек Если не знать, что кричит в нее внутри Мы оставили одного из братьев Солопову, Дениса На лавочке в Александрском саду Пора с ним познакомиться Ну, так и произошло, он мне позвонил Я слышу, он с другого телефона уже позвонил, видимо То есть попросил там кого-то следователя, опера или еще кого-то, не знаю Я слышу на заднем фоне там голос, что-то ему подсказывает Он говорит, да-да, все, приходи сюда, все нормально Да-да, приходи, все нормально С этих слов Максима началась другая жизнь Дениса Субтитры создавал DimaTorzok Это офис голландской организации По помощи беженцев Которая помогает интегрироваться Как бы юридическое сопровождение оказывает Пока человек не знает языка Сейчас они даже делают какие-то свои курсы Для беженцев по языку Люди помогают с интеграцией И некая социальная служба для беженцев До того, как Денис стал беженцем В Химкинском лесу ОМОНовцы и примкнувшие к ним футбольные фанаты По-своему реагировали на выступления экологов Антифашистов и рядовых противников вырубки леса В ответ молодежь города Химки Прошла по улицам Нетрадиционно выражая свое отношение к действиям властей Эта акция закончилась битьем окон городской администрации Городской администрации Ну и прошли колонны до этой администрации И, ну, собственно, закидали ее Мы там не провели каких-то разрушений Никаких коктейль молотов там не были использованы То есть, ну, это все был некий, ну, скорее, больше даже перформанс Потом даже в уголовном деле этого не хватило Для какого-то масса, там, по суммам причиненного ущерба Там была разбита пара окон, разбита дверь, может быть, нанесены граффити Ну, как бы вот так, ни один человек там не пострадал Для чего это было сделано? А это было сделано для... Это было некое возмездие То, что там было одно нецензурное, как бы, скандирование было Когда вся толпа шла и скандировала, они... Максима арестовали прямо в здании управления областной милиции Сейчас уже полиция Суд признал его виновным и определил два года условно Денис был объявлен в розыск Без средств, на перекладных электричках Денис за двое суток добрался до Белоруссии Но здесь выяснилось, что белорусские спецслужбы В отличие от российских работают хорошо Тем более, что к розыску Дениса уже подключили Интерпол Дальше были Украина, Крым, Киев, Арест Несколько месяцев в СИЗО И долгожданное решение правительства Голландии О предоставлении ему статуса беженца А события вокруг Кимкинского леса Начали принимать уже трагическую краску Верховная российская власть была вынуждена выступить с заявлением В последнее время ко мне пришло много обращений Касающихся судьбы Химкинского леса И несмотря на то, что было принято отдельное решение правительства На тему строительства автомобильной дороги Я принял следующее решение Я поручаю правительству Приостановить реализацию постановления О строительстве соответствующей автомобильной дороги И провести дополнительные Общественные и экспертные обсуждения Вчера был амнистирован один из главных фигурантов Дела о нападении на администрацию Химок в 2010 году Антифашист Денис Солопов Активисты, получившие политическое убежище в Голландии и Финляндии Долгое время не могли воспользоваться объявленной в конце 2013 года амнистией Так как российские следователи отказывались проводить эту процедуру заочно По мнению адвокатов, в ближайшее время следует ждать прекращения дела В отношении десятков политических беженцев Ну а в России ты сейчас, ты как, ты хочешь в Финлянцию? Ну если бы я вот знал на хотя бы 99% что меня не арестует там какой-то момент То я бы, ну то есть на данный момент меня амнистировали относительно недавно Амнистировали по Химкинскому этому делу Я звонил этому следователю, который меня разыскивает То есть она говорит, женщина, говорит Ну вы должны там подъехать, вы должны что-то там расписаться Какие-то уловки, ну абсолютно дурацкие, нелепые То есть она как бы меня обманывает для того, чтобы я приехал Еще там открытым текстом говорить, что я, ну вам придется Ну дни 10 вы посидите в СИЗО, а потом у вас как бы амнистируем Но зато мы у вас вот амнистируем Вот, ну это как бы настолько как бы все, ну как бы тупо Но суть-то это ладно Но суть в том, что для чего она это делает Значит просто существует некоторое желание у кого-то У ее начальства там существует желание меня посадить просто Независимо от того, что по закону или нет Но по административной деятельности, по ответственности, что произошло в Химках Они возбудили 213-ю часть вторую За это отвечает милиция, почему не обеспечили общественный порядок Как такое могло в городе случиться Вот, а прокуратура тоже подсуетилась и возбудила 318-ю Это сопротивление сотрудников милиции Ну кто-то там машины какие-то были, милиционеры То есть здесь фабриковать, посадить человек можно там группой лиц там в тени Это можно бесконечно сажать любого вот здесь присутствующих Если мы там были, двух свидетелей и все Вот, показания милиционера и вперед И Дениса амнистировали или еще кого-то там Он приедет туда, сейчас ему раз по этой статье и вперед в лагерь Из-за дороги через Химкинский лес появились серьезные экологические проблемы в Подмосковье Сильно пострадали леса в Солнечногорском районе И в Химкинском лесу усохли деревья вдоль строящейся автомагистрали А потом и целые массивы старых ельников и смешанных лесов Общая протяженность автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург составит около 700 километров Ввод в эксплуатацию скоростной автотрассы Москва-Петербург Планируется в 2018 году, к началу Чемпионата мира по футболу Стоимость проекта по предварительным подсчетам составит около 160 миллиардов рублей Добрый день, уважаемый Сергей Борисович, уважаемые коллеги Хочу поблагодарить всех, кто был задействован в этом проекте В реализации крупнейшего дорожного проекта Москвы и Подмосковья А кто же должен платить за ликвидацию нанесенного лесам ущерба? Мы, как налогоплательщики, ну, если деньги выделят из бюджета Или строители платной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург Или те и другие Ответа на этот вопрос пока нет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова